С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем. Хлеб всему голова. Вопрос о необходимости строительства пекарни в Коткино остается открытым. Сейчас практически вся нагрузка по обеспечению Коткинчан хлебом легла на сельхозкооператив СУЛА. Хватает ли выпечки? Осторожно, гололед. Из-за морозов и ветра на городских дорогах образовалась скользкость. Средняя скорость движения снизилась до 30-40 км в час. Сотрудники ГИБДД призывают водителей проявлять осторожность. Когда лечить это призвание? Можно ли сделать визит ребенка к зубному не только безболезненным, но и приятным? Ответ на этот вопрос знают в команде врачей окружной стоматологической поликлиники. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Проект «Малое и среднее предпринимательство» реализован в Ненецком округе раньше срока. Все показатели по итогам прошлого года достигнуты. Об этом сообщила Ольга Стрепетилова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию. Согласно информации Департамента экономики и финансов, количество самозанятых предпринимателей 381 человек. Охват услугами составил 45% при плане в 10, а каждый второй предприниматель Ненецкого округа в прошлом году получил ту или иную меру поддержки. В связи с этим четыре региональных проекта по поддержке бизнеса прекращают свое действие. Речь идет о популяризации предпринимательства, улучшении условий предпринимательской деятельности, расширении доступа к финансовым ресурсам и системе поддержки фермеров. Однако появятся три совершенно новых проекта. Мероприятия проекта в основном направлены на информационно-консультационные и образовательные услуги для самозанятых граждан. Для округа устанавливается один показатель – это количество охваченных граждан данными услугами. И общий объем финансирования по проекту по-новому составит на 2021 год 1,4 миллиона рублей, в том числе и федеральные средства – 1,3 миллиона рублей. Еще один проект – легкий старт для открытия бизнеса. Новшеством здесь стала поддержка социального предпринимательства. Бизнесменам будут предоставляться комплексные услуги, в том числе и финансовая поддержка в форме грантов. Соответственно, данным проектом у нас предусмотрено два показателя. Это количество социальных предпринимателей в реестре и количество граждан, желающих вести бизнес, охваченных услугами. Сумма финансирования по этому проекту запланирована в объеме 13 миллионов рублей, в том числе и федеральных средств – более 12 миллионов рублей. В собрании депутатов Ненецкого округа состоялось первое заседание 10-го состава Общественной молодежной палаты. В его работе приняли участие спикер регионального парламента Александр Лутовинов и заместитель председателя окружного парламента Максим Арбузов. В ходе встречи был выбран председатель молодежной палаты. Им стал Владимир Абрамов. Также были сформированы три постоянных комиссии по образованию, культуре и спорту, по социальной политике и по связям с общественностью и средствам массовой информации. У нас подобралась команда очень разносторонняя. Есть представители и кореннополочисленных народов, то есть немцы, есть представители вооруженных сил Министерства обороны, есть музейные работники, работники других учреждений. И уверен, что те задачи, которые им предстоит выполнить, они выполнены с честью. Приоритетными направлениями деятельности были выбраны трудоустройство молодежи, защита прав и законных интересов молодых представителей коренных малочисленных народов Севера и патриотическое воспитание, развитие молодежного самоуправления, сохранение исторического наследия Арктики и совершенствование условий для инклюзивного образования молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. На следующем заседании молодые люди сформируют окончательный план работы общественной молодежной палаты на 2021 год. Нужно ли строить в Коткино новую пекарню? Эту тему накануне обсудили представители региональной власти и Нижнепечорского потребительского общества. Вопрос пока остается нерешенным. Тем временем практически вся нагрузка по обеспечению конкинчан хлебом легла на пекарню сельхозкооператива «Сула». Александра Литкова расскажет подробнее. В новое здание коллектив пекарни с ПК «Сула» переехал три месяца назад. Здесь есть цех не только по изготовлению кондитерских изделий и выпечки хлеба, но и отдельное производственное помещение по изготовлению мясной продукции. Новое здание под пекарню построили на старом месте. По словам пекарей, сейчас здесь есть все условия для комфортной работы. Со старым не сравнить. Тепло, хорошо. Вытяжки у нас есть, что мы уже этим не страдаем. Что надо было открывать нам дверь и окна открываются. Старая пекарня у нас была с старых времен СССР. Она первоначально была у нас столовая. Столовая потом закрылась. Пришел Алексей Игнатьевич у нас на свой пост председателя. И вот у него открылся, что надо свою открыть пекарню. Оборудование практически полностью обновили. Особенно радует пекарей новый небольшой тестомеситель. Очень хорошо для мелкой выпечки. Когда там что-то занято, вот здесь можем замесить. Также он идет хорошо на замес пельменей. У нас уже как бы свободные руки. Как отмечают местные жители, выпечка никогда не задерживается на прилавке магазина сельхозкооператива. Выпечка в колхозном очень хорошая. Я даже покупаю часто в город и отправляю дочери в город. Пирожки с мясом, рыбники. Выбрать и сравнить качество мучных изделий еще недавно жителям села Коткино было из чего. На протяжении многих лет здесь работали две пекарни. Сельхозкооператива и Нижнепечорского потреб общества. Последняя сгорела 8 января. Поэтому практически вся нагрузка по обеспечению населения хлебом легла на пекарню СПК Сула. Еще часть хлеба сейчас доставляют из села Великовисочное. В принципе, очень хорошо было, что у нас всегда две пекарни работают на последнее протяжение многих лет. Это колхозное пекание СПК РК Сула, которое принадлежит, и рыбкоповское. То есть летом, когда проводился, допустим, ремонт в пекарне колхозной, нас снабжало хлебом в пекарне Нижнепечорского рыбкопа. Ну, в связи с таким несчастьем, сейчас нагрузку на себя в основную взял, конечно, колхоз. И хлебом белым, то есть ежедневно выпекают, сейчас проблем с хлебом нет. Состояние сгоревшего здания в ходе рабочей поездки в село оценили представители Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Нинецкого округа и Заполярного района. Очевидно, что здание не подлежит восстановлению. И главный вопрос сейчас, когда и на какие средства строить новое. Проведем сегодня совещание с главой поселка и с представителями потребов общества, которая владела у нас пекарней. И выработаем подход, как у нас в летний строительный сезон необходимо будет строить дополнительную пекарню и средства, за счет которых будет у нас строиться. По итогам совещания будет сформирован доклад главе региона Юрию Бездудному. И принято решение о строительстве нового здания. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Предъявите справочку. На участке Лаевожской дороги возобновила работу стационарный пост контроля. У прибывающих в Наринмар по зимнику проверяют справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Юлия Казначеева расскажет подробнее. Ирина Витязева в очередной раз останавливает большегрузную машину, чтобы пригласить водителя на пост контроля для проверки справок. Пост при въезде в город Наринмар был открыт 20 января текущего года. Смена в среднюю... не в среднюю, а смена длится 12 часов. У... одна смена. Примерно в день проходит по 100 машин проверка. За несколько дней работы стационарного поста контроля никаких казусных ситуаций не возникло. Водители и пассажиры к такой мере относятся довольно лояльно. Как бы ситуация понятная, что с коронавирусом надо бороться, ограничивать, поэтому с пониманием отношусь. А вам обязательно? На зимний период. А ваши отношения? Я отношусь. Добродушно. Процедура проверки довольно проста. У прибывающих спрашивают, откуда прибыли, и просят предъявить один из документов. Такие, как результаты ПЦР-тестирования, исследования на антитела или сертификата вакцинации от коронавируса. Если ни одного из предложенных документов у прибывающих из других регионов нет, то сотрудниками поста выдается предписание для ухода на самоизоляцию. Но как сотрудники поста определяют, откуда едут машины? Ведь по этой дороге в Наринмар прибывают не только с Зимника, но и, например, из поселка Красное. Когда автомобиль останавливаем, спрашиваем, откуда водитель едет. Если он едет, например, в город Печора или Усинск, он сразу же проходит в Балок. Если поселок Красное, то, соответственно, мы проверяем прописку и также приглашаем в Балок. Помимо сотрудников ГИБДД, на посту дежурят служащие органов исполнительной власти региона и подведомственных учреждений. Юлия Казначеева, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Осторожно, гололед. Из-за морозов и ветра на городских дорогах образовалась скользкость. Средняя скорость движения снизилась до 30-40 км в час. Сотрудники ГИБДД призывают водителей проявить осторожность. Тему продолжит Елизавета Кабанова. За три недели 2021 года на городских дорогах произошло 42 ДТП. Часть из них случилась из-за зимней скользкости. Ведь даже соблюдая дистанцию при гололёде, не каждый водитель сумеет вовремя затормозить. Из-за наличия гололёда в данном случае у нас отсутствует разметка 1.1, разделяющая транспортные потоки противоположных направлений, что приводит непосредственно к угрозе безопасности дорожного движения. Городские дороги обрабатываются песком, но ситуацию это не спасает, так как отсутствие снежного покрытия сильно влияет на сцепление колёс дорожным полотном. Использование различного вида реагентов не планируется. Дороги обрабатываются противогололёдным материалом. В нашей организации используется песок. Работа проводится ежедневно. При образовании зимней скользкости на автомобилей дорогах. Дороги посыпаются песком несколько раз в день. Однако ветер и отсутствие снега не позволяют песку долго оставаться на дорогах. Вдобавок, часть противогололёдного материала исчезает с проезжей части из-за интенсивного автомобильного движения. Наринмарцы также заметили ухудшение ситуации на дорогах. Сейчас более-менее нормально. Ну, надо бы, конечно, песок подсыпать перед пешеходными переходами. Почему-то долго я уже не вижу, чтобы посыпали песком. Ну, гололёд, дорога скользкая. Особенно повороты накатанные, повороты, подъезды где-то, остановки вот эти. Очень скользко. Срежут, успеют, работают же люди. Где могут, то и убирают. Сотрудники дорожного надзора периодически проводят осмотр проезжей части. Владельцы автомобильных трасс и прокуратура также принимают в этом участие. Если выявляются недостатки, об этом сообщаются в диспетчерские службы организации, и ими принимаются меры для их кратчайшего устранения. Хотелось бы отметить, что для непосредственно безопасности водителям в данных метеорологических условиях, с учётом нахождения на территории Крайнего Севера, необходимо соблюдать в первую очередь скоростной режим, учитывать дорожные и метеорологические условия, и непосредственно выбирать скорость движения, исходя из всех этих обстоятельств. Если водители будут придерживаться всех вышеуказанных правил, дорожная обстановка станет безопаснее. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. История русского Севера неразрывно связана с событиями 17 века, когда в первом русском городе за Полярным кругом долгие годы пробыл в заточении и в итоге был казнён великомученик за старую веру Авакум Петров. Личности и творчеству этого человека посвятили сборник материалов научной конференции. Презентация книги стала завершающим событием мероприятий, посвящённых 400-летию со дня рождения протопопа Авакума, чьи жизни мысли оказали немалое влияние на часть русского общества. Это неотъемлемая часть истории нашего региона. И как бы мы ни относились к фигуре протопопа Авакума, она противоречива, она воспринимается не всеми, и это, наверное, так и должно быть, потому что человек неординарный, личность неординарная, но эта личность, она осветила своим присутствием в таких ужесточайших условиях нашу землю. И как бы мы к этому ни относились, но с именем Авакума связано очень много у нас здесь. Подготовка к празднованию началась ещё в 2016 году. За это время реализовано множество мероприятий. Самыми знаковыми стали работы по благоустройству на территории Старообрядческой Поморской общины города Нарьинмара. Нам удалось поставить два креста, потом знак протопопа Авакума, потом благоустройство сделать, памятник удалось сделать, вот это поставить, провести мероприятие, празднование 14-летия протопопа, конференцию благодаря работникам музея и всех их едини провести. Вот так вот всё идёт. Видите, что этот памятник ещё больше объединил нас всех вместе. Личности идеолога раннего старообрядчества уделяется большое внимание. Его 15-летнее заключение на Севере неразрывно связано с историей развития нашего региона. Жизнь Пустозерска того периода времени, вот она как раз связана с периодом Пустозерской ссылки Авакума. Плюс ещё староверы, вот это вот бурление, вот эта вот полнота жизни, наверное, она характеризует вот этот золотой век, как мы называем его, золотой век Пустозерска. В рамках научной конференции, прошедшей в сентябре 2020 года, было высказано большое количество предложений по работе с художественным наследием, оставленным русским писателем 17 века. Кроме того, поступило предложение назвать одну из улиц города именем протопопа Авакума. Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Каждому из нас хотя бы раз в жизни доводилось побывать в поликлинике. Причины на то могут быть разные. Медосмотр, сдача анализов или острая боль. Особенно неприятно, если боль это зубная. Облегчить её могут опытные и доброжелательные дантисты. В нашу телекомпанию поступило несколько обращений от благодарных пациентов с просьбой рассказать о высокопрофессиональной деятельности команды из Ненецкой окружной стоматологической поликлиники. Любовь Пермякова продолжит. Добрый взгляд и приятная улыбка, которую скрывает маска. В этот кабинет, несмотря на зубную боль, маленькие жители Ненецкого округа идут без страха и слёз. И это благодаря молодому врачу Юлии Шишкевич. Всё бывает в нашей профессии. Прежде всего, нужно любить свою работу, нужно входить в положение людей, жалеть где-то, проявлять больше внимания, потому что дети заслуживают действительно повышенного интереса к себе, и где-то нужно уметь понять. Главное, чтобы нравилась профессия. Не каждому это дано, но чтобы шло всё от души. Юлия окончила Архангельский Северный Государственный Медицинский Университет в 2016 году и сразу приступила к работе. Врачом девушка мечтала стать со школьной скамьи. Ну, видимо, это мне пришло как-то из детства. У меня хорошие воспоминания о моём лечении из детства. То есть попала я к хорошему специалисту в городе Архангельск, и мне тогда всё понравилось, и поэтому у меня была заинтересованность уже с раннего возраста. В школьном возрасте я уже выбрала профессию в классе в шестом-седьмом. Юлия от рождения наделена благотворной энергетикой и большой добротой. Так отзываются коллеги и многочисленные пациенты-стоматолога. Сегодня у неё на приёме побывала и десятилетняя Татьяна Гаврилова. Несмотря на ещё действующий наркоз, девочка спешит сказать слова благодарности любимому доктору. Она добрая, хорошая, красивая. Что можешь сказать тем ребятам, кто боится лечить зубы, и редко ходит к врачу, а потом знает, что это может обернуться к кариесам? Ну, я бы сказала, что пускай они не боятся, потому что это не больно. Но вот тут это вообще не больно. Мне понравилось. В соседнем кабинете трудится коллега Юлия, детский стоматолог, но уже с большим стажем работы, Татьяна Абанникова. За день врач принимает 10-11, максимум 17 клиентов. Ну, вот, друзья, я не знаю, что такое, что я понимаю. Мне нравятся дети тем, что они, наверное, самые искренние и добрые пациенты. Своих добрых и искренних пациентов Татьяна Станиславовна лечит уже более 13 лет. Врач закончила Чувашский государственный университет имени Ульянова. Говорит, каждый день приходится быть не только стоматологом, но и психологом. Это в первую очередь, да. То есть, как бы, нужно найти контакт не только с ребенком, но еще и с родителем, как бы, чтобы мы поняли друг друга и начали работать. В настоящее время в окружной стоматологической поликлинике трудится 16 врачей. Половина из них – специалисты с большим опытом работы. А 50% – это молодые специалисты. На уровне, я это оцениваю, достаточно неплохой. Учитывая, что у нас половина молодые, только еще набирают опыт. Да, мы отправляем и на очные конференции, семинары, симпозиумы докторов. Стараемся по мере финансовой возможности. Материалы на данный момент используются достаточно хорошие в системе ОМС. Световые пломбы, светоотверждаемые ставятся. Да и достаточно много импортных материалов. На сегодняшний день штат стоматологической поликлиники укомплектован на 99%. Не хватает только одного врача-ортодонта. За время своей деятельности врачи помогли десяткам тысяч пациентов. Два раза ходил. И как тебе врачи? Какие не можешь? Хорошие. Чем понравились тебе? Они помогают людям, зубы выдергивают. Лучше всем ходить к врачу, чтобы лечить зубы. Потому что зубы, а чтобы не ходить к врачу, лучше зубы чистить. И на этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.